С периодом гражданской войны у нас прежде всего ассоциируется пулемет Максим, поставлен на тачанку и действующий как какой-нибудь БТР своего времени. Собственно, давайте о Максиме поговорим. Передвижная мобильная огневая точка, можно сказать так. Передвижная мобильная огневая точка? Ну, потому что перетаскивать пулемет по полю, да, вот представляете, во-первых, тачанка что позволяла? Быстро перемещать, он становился выше уровня, над уровнем горизонта, то есть дальность стрельбы увеличивалась. В тачанку можно было положить больше боеприпасов, надо было таскать. И почему именно тачанка? Почему нельзя было просто поставить пулемет на телегу и таскать его на телегу? Тачанка, потому что она подрессорена. У нее при движении довольно плавный ход и пулемет, представляете, вот целиться с пулемета, когда у вас телега качается влево-вправо-вверх-вниз, еще надо попасть по противнику. А вот плавность хода тачанки позволяла лучше прицелиться. Это как турель у немцев во время войны, которая тоже, она... Ну, не турель, я бы сказал, что вот именно... Принцип действия. Принцип действия, то, что как вот, это более, как бы, более стабильность, как стабилизатору современного танка. Кто изобрел тачанку? Ну, вот по легенде существует, что первые тачанки появились у батьки Махно, вот, у Нестора Махно. Даже в фильмах вот это все же распространяется. Ну, вполне вероятно, что там они и появились. Скорее всего, вот на просторах женской войны просто поставили на подрессоренную файотонную тачанку пулемет, вот, и... А потом уже выпускались тачанки более... А потом это уже пошло в серию. Это уже пошло в серию, есть промышленные... Тачанки уже выпущены заводские, где уже было штатное место при закреплении пулемета, места для размещения расчеток, для более припасов. Штатные тачанки довольно много сейчас в музеях там ходится. А на чьей стороне воевали тачанки? Это красные, это белые или... На всех. На всех. На всех сторонах можно было встретить пулеметную тачанку. Также пулемет Максим еще был казематного типа. Казематного типа отличался от данного пулемета Максим, что у него подключались к кожуху охлаждения ствола шланги, которые проходили через радиатор, ну, через забывший объем воды. И у него вот здесь вот вставлялся труба, вваривалась как бы в пылесосе, и провозводился отсос пороховых газов, дабы в расчет. Казематный, это значит, в дотах, либо в укреплениях, в крепостях. Ну, в Первую мировую гражданскую войну это не практиковалось, потому что мы знаем, что гражданская война, это была в основном, насколько лихой кавалерий, там окопы не всегда успели речь. Интервенты не взяли к себе на вооружение тачанку? Не было, потому что иностранные армии такие, о, какое классное изобретение, давайте-ка мы его применим. Знаете, как-то не попадались. Бронеавтомобили, да, автомобили, да. Ну, потому что интервенты, у них не было революции, у них не было гражданской войны, у них промышленность не была разрушена, не остановлена, поэтому они, мне кажется, более склонялись к бронеавтомобилям и пулеметным автомобилям. Ну, то есть тачанка, это без искусства, надо чем-то воевать. Это упрощенный вариант бронеавтомобилей, конечно, который у нас тоже начали Первую мировую активно уже применять, и в гражданскую войну бронеавтомобили, вооруженные пулеметами бронепоезда, применялись, но их было мало, поэтому тачанка, это просто, безысходность, это вот ноу-хау, так сказать, лайфхак, можно сказать. Лайфхак. Да. Как долго они потом после гражданской войны послужили? Они послужили и в Великой Часовной войну служили тачанки, и последний раз даже на парадах, там, после Великой Часовной войны еще были тачанки. Они служили столько, столько служила у нас кавалерия. То есть уже, когда кавалерию начали выводить из боевых войск, то, кстати, церемониальные, либо там для кино кавалеристы оставались, хотя сейчас подразделение кавалеристское существует, в малом таком, то уже тогда исчезли тачанки, потому что, опять же, насыщение пошло бронеавтомобилями, бронетехникой, то есть тачанка была малоэффективна. Малоэффективна.